Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. Горгода из Югры отправилась на передовую помогать медведям. Расскажем, как волонтёр ГУМ Корпуса решила стать медсестрой на СВО. Терпимо, больно и очень больно. Общаться со стоматологом поможет коммуникатор. Смотрите наш сюжет о юных изобретателях. Помогла закалка. Моржи из Сургута спасли утопающих в Сочи. Подробности в нашем материале. В Ханты-Мансийске сегодня проходит одно из главных деловых событий округа Югорский экономический форум. Он будет идти три дня. Событие объединило крупный бизнес, малых и средних предпринимателей, экспертов, управленцев и представителей Минэкономразвития. Главной темой форума стала экономика предложения, гибкость, клиентоцентричность, производительность. В программе около 60 дискуссионных площадок, где будут обсуждать самые актуальные вопросы, как региональной, так и российской экономической повестки. Но будут не только разговаривать, но и показывать. В экспоцентре проходит выставка промышленных предприятий Югры. На месте работает наш корреспондент Василий Сысуев. Василий, расскажись, чем сегодня удивляют наши предприниматели. Добрый вечер, Лариса. Да, на самом деле, югорским предпринимателям есть что показать. В общем, в выставке принимают участие порядка трех десятков представителей малого и среднего бизнеса. Например, свои стенды представили Югорский лесопромышленный холдинг, технопарк высоких технологий, нефтяники и многие другие. Вот, например, площадка компании «Авангард». Она резидент технопарка высоких технологий. Расскажите, пожалуйста, что вы представили сегодня на выставке? Добрый день. Сегодня у нас представлены производства наших функциональных деталей, изделий, зипов, запчастей для всевозможного оборудования, в том числе нефтегазового комплекса, которые мы производим благодаря аддитивным технологиям 3D и 5D печать. Вот, здесь уже выставлены реализованные примеры и образцы нашего реинжиниринга необходимых изделий. Здесь, допустим, представлен клапанный насос. Вот это оригинальная деталь в разборе, естественно. Это деталь, воплощенная нами. Ну, то есть полностью был произведен процесс оцифровки оригинальной запчасти, которую сейчас достаточно трудно достать там ввиду санкционного давления и прочих всевозможных условий. Вот, и подобран необходимый материал, выполнена нужная геометрия с точки зрения там всех полезных нагрузок на эту деталь. Вот, и она сейчас выполняет ее назначение. Работаем по прямому заказу, да, либо оцифровываем с чертежей, либо от оригинальной детали. Для вас участие в выставке – это себя показать, найти партнеров, что, какое… Да, все верно. Наверное, завязать новые знакомства, во-первых. Во-вторых, познакомить с технологией, потому что, ну, есть такое обыденное представление в части 3D-печати, что это как это легко и просто. И надо людям, ну, порой разжевывать, что можно сделать, что нельзя. Но главным событием первого дня будет все же пленарное заседание форума. В нем примут участие министр экономического развития Максим Решетников, представитель президента ВУРФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, а также эксперты и предприниматели. Темы горячие. Искусственный интеллект, увеличение частных инвестиций, логистика нового времени, кадры для промышленности. Для наращивания производительных сил и сферы услуг в регионе созданы индустриальные промышленные парки и территория, о которых сказала выше, с преференциальными режимами. Об укреплении инфраструктурной сети. Здесь мы создаем, создано и продолжает развиваться современная транспортная логистическая инфраструктура для инвестиционных проектов. Возвращаясь к логистической инфраструктуре, упомяну о проекте, который мы сейчас совместно с компанией «Вайберис» разрабатываем. И Татьяна Владимировна здесь. Завтра мы подпишем соглашение соответствующее. Подробнее об итогах пленарной сессии я расскажу уже в следующих выпусках новостей. Лариса, тебе слово. Спасибо, Василий. Почти миллион человек в Югре сделали прививки от гриппа. Треть из них – дети. План по вакцинации в округе выполнен на 97,4%. Вакцинация проходит как в поликлиниках, так и на предприятиях. За счет средств работодателей против гриппа привито более 12 тысяч человек. Антилидерами по заболеванию стали жители Урая, Радужного, Покачей, Югорска, Нягоне, Нефтьюганского, Советского и Ханты-Мансийского районов. В Нягоне выявлено 72 случая заболевания гриппом. 53 из них – это взрослое население. Как отмечают медики, для того, чтобы не допустить распространение инфекции и защитить себя от гриппа, необходимо привить более 75% населения. В Нягоне вакцинации подлежат почти 40 тысяч человек. Согласно данным Роспотребнадзора, план вакцинации исполнен на 95,5%. Мы муниципальные служащие, работники образовательных организаций. Мы очень тесно работаем с населением, причем круг общения у нас очень широкий. Это признак уважения к людям, если ты прививаешься, сохраняя свое здоровье и препятствуя распространению инфекционных заболеваний. Я думаю, что раз, как говорится, светила медицина, все это сделали, все это знают, я думаю, что эффективно. Я, по крайней мере, ни разу не болела. Тут редкий случай, когда рекламные вывески, распродажи и ликвидации оказались не маркетинговым ходом, а правдой. В Ленторе сотрудники детской школы искусств номер один выкупили медикаменты у закрывающейся аптеки, чтобы отправить их бойцам в зону специальной военной операции. Набралось в общей сложности 25 коробок со жгутами, йодом и даже репеллентами. В общем, все то, что нужно для оказания первой медицинской помощи и для профилактики. К линии боевого соприкосновения посылки доставят ближайшим грузом гум-корпуса, а отправят его ориентировочно в начале декабря. У нас это первая, наверное, история такая. Конечно, у нас есть там ряд проектов, который направлен в поддержку СВО, но вот такая история, такой, так скажем, коллаборации между совершенно разными отраслями, да, аптека и школа искусства, это, конечно, случилось впервые. Но это было поддержано и руководством аптеки, и нашими ребятами. Они вот нашли свои транспортные средства, чтобы привезти это в Сургут, и очень активно откликнулись, вообще продумали и все сделали. Мы привыкли говорить о бойцах СВО в основном в мужском роде, но в зоне специальной военной операции служат не только мужчины. Защищают родину там и представительницы прекрасной половины нашего округа. Одну из них корреспонденты нашего макеевского корпункта повстречали во время поездки в Херсонскую область. Что подвигло женщину пойти на войну? Узнайте из следующего материала. 30 блокпостов, 70 литров бензина и 600 километров дороги. Такой путь мы преодолели, чтобы рассказать о югорских бойцах на Херсонском направлении. Например, здесь, у берегов Черного моря, стоит подразделение «Медведи». Каково же было наше удивление, когда на учебном полигоне «Медведей» мы повстречали активного участника миссии на Донбассе в составе гум-корпуса – Елену из Нижневартовска. Вот Гаргона. Именно такой позывной взяла себе югорчанка, еще в июне этого года помогая детям Донбасса. А спустя несколько месяцев берет в руки автомат и медицинское снаряжение, чтобы отправиться на передовую. Помогая гражданским, помогая им горячим питанием, коробками добра, мы еще параллельно общались и с ребятами, которые были ранены, которые приходили к нам за гум-помощью, потому что привозили им коробки посылки из дома, родных, близких. Ну и, конечно, зародилась мысль, что моя помощь может быть уместна так и гражданским, так и военным. Говорит, что взяли не сразу, но югорчанка отличается своей настырностью, поэтому в итоге оказалась в медведях. Сегодня на полигоне она вместе с другими девушками-медиками только знакомится с личным оружием. Ставим опять у нас предохранитель и говорим, к стрельбе готово. К стрельбе готово. Некоторые девушки впервые стреляют из автомата, однако инструкторы их всячески поддерживают, исправляют ошибки и дают ценные советы. Отмечают, что в обучении навыкам стрельбы полбойца роли не играет. Чтобы поставить на изменить прицел, мы утапливаем головку прицела, и потом кольцо начинает поворачиваться свободно. У самой же Елены нет боевого опыта. Зато благодаря участию в мероприятиях ГУМ-корпуса приобрела медицинские навыки, которые пригодятся в зоне СВО. Специально для нас югорчанка показала часть оборудования в аптечке медика. В руках это получается иголка, одна, вторая, герметично упакованы для использования при ранении в область легкого. То есть это повязка для фиксации легкого, а это для того, чтобы вышел воздух. Никита Филиппов, Владимир Гайнз, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телеграм-канала «Югра-солдату». Херсонская область. Пойковские пожарные собрали деньги и приобрели автомобиль для своих коллег, которые сейчас находятся в зоне СВО. Три месяца назад двое работников пожарной части Центроспас Югоря из Пойковского вступили в ряды добровольцев и отправились в зону СВО. Пойковчане прослужили спасателями больше 15 лет. Такая работа готовит к разного рода экстремальным ситуациям. Находясь за ленточкой, спасатели держат связь с коллегами. Специально для них коллеги купили поддержанный автомобиль, перебрали все запчасти, подготовили и попутный груз, генератор, запчасти и теплые вещи. В Ханты-Мансийске машину доукомплектуют необходимым, после чего в колонне вместе с гуманитарной помощью доставят Пойковчанам. Поступило предложение от ребят, от нашего коллектива, чтобы помочь нашим СВОшникам, потому что наши ребята служат, и с нашей части двое ребят, мы им решили помочь. Очень важна наша поддержка, даже, наверное, в первую очередь, это моральная поддержка им нужна. Они попросили кубовик чистый для воды. Вот мою кубовик приготовили. Дизельный генератор для освещения. Запчасти на машины и теплые вещи. Вообще наша организация Центроспас Югория по Ханты-Мансийскому автономному округу, мы занимаемся доставкой гуманитарной помощи. Работники наши на постоянной основе в Ростове находятся и эту помощь развозят по тем подразделениям, где служат наши ребята. Подарки от родных и близких военнослужащие получат к Новому году. Гуманитарный добровольческий корпус объявил о последнем в этом году сборе адресных посылок. Всего таких в 2023-м было уже пять. Бойцы получили больше трех с половиной тысяч коробок из дома. Последняя отправка в октябре была самой масштабной. В зону специальной военной операции доставили около тысячи адресных посылок. В этот раз добровольцы ожидают не меньше. Мы даже ждем больше, потому что все-таки в преддверии Нового года и многим родственникам, членам семьи хотелось бы частичку своего тепла, домашнего уюта передать бойцам. У нас, получается, неделя сбора идет по городу Сургуту. Потом в течение недели мы собираем с региона, формируем палеты, загружаем. Ну, ориентировочно в начале декабря, в десятых числах, должна машина уйти. Это как раз в преддверии Нового года. В то же время будут переданы новогодние подарки детям новых регионов России. В Югре продолжается акция «Подари чудо детям». Напомню, ее добровольцы запустили за несколько лет до начала специальной военной операции. В этом году стартовал уже девятый подобный сбор. Желающие поздравить детей могут принести в пункты сбора канцелярские принадлежности, игрушки и сладкие наборы. Здесь мы говорим, что подарки мы раздаем близко к передовой. Мы понимаем, что там есть тысяча подарков. В течение двух недель новогодних праздников ребята везде, где раздают гуманитарную помощь, помимо этого проводят какие-то там новогодние. До первого декабря собираем в муниципальных образованиях, чтобы было время привезти в Сургут, отсортировать и уже отправить фурами в зону СВО. Сургутские школьники создают специальное оборудование для стоматолога. Ученики 10 класса технологической школы изобрели коммуникатор-врач-пациент. Гаджет похож на компьютерную мышь, служит для передачи информации. Пять кнопок запрограммированы под ответы «Да», «Нет», «Терпимо», «Больно» и «Очень больно». Устройство уже протестировала одна из сургутских клиник, а разработчики представили гаджет на нескольких конференциях. Подробнее в нашем сюжете. Внутри у нас установлены аккумуляторы. Вот за этими планками находятся как раз-таки кнопки, на которые мы нажимаем. С десяток проводов, плата управления, кнопки и корпус. Все придумано самостоятельно и выполнено вручную. Над разработкой трудился небольшой производственный коллектив, а пара сургутских школьников. Чтобы создать с ноля устройство для коммуникации между стоматологом и пациентом, потребовались умения электрика, программиста, схемотехника и 3D-инженера. «Здесь всего пять кнопок. Как уже ранее сказали, да, нет краткие ответы и уровни боли. Терпимо, больно и очень больно. И перед началом приема ему объясняют, что есть что. Ну да, бывают моменты, когда человек может переволноваться или забыть, что какая кнопка отвечает. Но в этом ничего страшного нет, потому что здесь с ним ничего не произойдет, потому что при нажатии на кнопку происходит голосовой ответ». От идеи до воплощения Никите Егорову и Екатерине Зотовой потребовалось несколько месяцев. Изначально задумка создать такое устройство появилась не от страха посещать врачей. Нужно было что-то представить на школьной конференции. На сегодняшний день разработку уже протестировали в одной из стоматологических клиник. «Стоматология у нас просто незаменима, поскольку мы не всегда можем с пациентом общаться во время лечения. Особенно, когда мы работаем в кофердаме, аптрагейте либо в других каких-то специальных приспособлениях для изоляции полустирта от слюны». Устройство коммуникации разработано в том числе и для удобства людей с нарушениями слуха и речи. По данным мониторинга школьников, аналогов такого гаджета в стране нет. Сургутяне уже представили свою разработку на нескольких тематических международных конференциях не только в Югре, но и в других регионах. «Мы методом перебора искали какую-то тему, которая будет, например, полезна не только для нас двоих, а в целом для общества. Возможно, только для Сургута, может, для целой страны. Мы пока еще не решили. Еще пока ждем признания». Сейчас юные сургутяне планируют создать небольшое производство этих гаджетов и в дальнейшем протестировать его сразу в нескольких медицинских учреждениях, а также усовершенствовать прототип, изменить способ зарядки и, возможно, форму устройства. Леана Киамва, Алексей Шахмаев, телекомпания «Югра», Сургут. Историческое событие произошло в Югре, в Нижневартовский храм. Святого Александра Невского передали на вечное хранение ковчег с мощами благоверного князя. Его доставил митрополит Ханты-Мансийский и сургутский Павел по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. На торжественной литургии, посвященной передаче святыни, присутствовала наша съемочная группа. Святыню, которой более 750 лет доставили в Нижневартовск. Событие очень значимое для православных не только Нижневартовска, а всей Югры. Литургию, посвященную обретению храмом Александра Невского, частицей мощей святого, совершил митрополит Ханты-Мансийский и сургутский Павел. Небольшой храм не смог вместить всех желающих присутствовать на литургии. Для тех, кому не хватило места, организовали прямую трансляцию события в часовне на церковном подворье. Впрочем, теперь приложиться к святыне можно в любое время, в часы работы храма. Это действительно великая милость Божия. Господь так устроил, что и храм построился, и сам благоверный князь пришел сегодня своими мощами здесь, на это святое место. Нижневартовский храм Александра Невского последним получил частицу благоверного князя. После передачи в Югру ковчега раку с мощами святого опечатал патриарх Кирилл. Без святейшего уже никто туда не может руку приложить и получить эти мощи. Вот так Господь устроил, что мы успели до этого момента их обрести. Святой князь Александр Невский считается покровителем воинства. В православии его в первую очередь почитают как защитника веры. К нему обращаются при нападениях врагов, гонениях, в том числе за веру, при начале любого важного дела, об укреплении или обретении веры в Бога. А также в любых житейских неурядицах, скорбях, болезнях. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Сургутяне спасли купальщиков на сочинском пляже. Александр Калинченко и Долгат Карагишиев в минувшую пятницу прилетели в Сочи на несколько дней. Прогуливались по пляжу и услышали крики о помощи. Оказалось, она действительно была нужна. В воде тонули мужчина и женщина. Несмотря на то, что в окрестностях было немало людей, спасать утопающих бросились только сургутяне. Они несколько лет посещают центр здоровья «Айсберг», где обучают не только закаляться в ледяной проруби, но и оказывать помощь в воде. Вытащить из воды парочку, говорят, было непросто. На море бушевал шторм, и волны захлестывали утопающих, не давая им сделать вдох. К счастью, спасти ныряльщиков удалось. На берегу паре оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Теперь, 18 ноября, они считают своим вторым рождением. А вот сургутяне себя героями не считают. Уверяют, что на их месте должен был поступить так каждый. Долгат побежал к парню, который прибило к бетонному пирсу. Получается, он самостоятельно выбраться с пирса не мог, так как была высокая волна, его удаляло от бетонного пирса. Долгат помог ему. В это время я увидел, как его девушка, находясь в воде, буквально метров 15 от пирса, она хлопала руками по воде и не могла самостоятельно выплосить, потому что также были сильные волны, и у нее уже закончились силы. Я, не раздумывая, бросился спасать. Хорошо, что все обошлось таким образом, никаких таких ситуаций в плачевных не оказалось. И совет такой, чтобы люди не купались в такой шторм, это реально опасно. Искусство в вокальном исполнении, танцевальные номера и многое другое воплотились на фестивале «Энергия талантов», который объединил более 600 участников. Уже 13 лет подряд РН «Юганскнефтегаз» проводит творческий конкурс для своих сотрудников и их семей. Участники соревновались в хореографии, вокале, фотографии, изобразительном искусстве, а также в инструментальном и оригинальном жанрах. На сцене точные движения, сложные танцевальные связки, яркие костюмы в исполнении танцевального номера «Уральская плясовая». Знаменитый образцовый художественный коллектив в студиях хореографии «Антре», уже удостоенный премии «Щелкунчик», продемонстрировал свое мастерство на фестивале «Энергия талантов». Участие в мероприятии предоставило им еще одну возможность подчеркнуть свой высокий уровень подготовки и оценить талант других участников. Номер, да, мы долго репетируем. Мы, в принципе, репетируем очень много каждый номер, чтобы отработать и обязательно занять лидерские позиции. Танец «Уральская плясовая». Называется так, потому что мы танцуем уральскую народность, если можно так сказать. Мы танцуем про людей с Урала. Уже 13 лет подряд РН «Юганский нефтегаз» проводит творческий фестиваль для своих сотрудников и их детей. В этом году на сцене представлено порядка 100 творческих номеров. Это более 600 участников в возрастных категориях от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и старше 18 лет. Среди них как опытные, так и начинающие исполнители. Это не только «Юганский нефтегаз», это корпоративный фестиваль, поэтому мы приглашаем и сотрудников других дочерних обществ, потому что важно же не только работа, важно еще и расти личностно, расти культурно. И на самом деле очень радует то, что судьи каждый год отмечают очень высокий уровень творческого мастерства. Когда они видят вот этот профессиональный уровень высокий, они поражаются. Профессиональное жюри анализирует выступления в различных номинациях, включая инструментальные, вокальные инструментальные и свободные жанры, вокал, хореографию, а также категорию отражений, где участники представляют свои произведения в области живописи и фотографии. Я первый раз нахожусь на таком конкурсе, на конкурсе такого уровня. Меня чрезвычайно поразил высочайший уровень хореографии коллективов, которые сюда приехали. Виден огромнейший труд руководителей, которые вложили в детей все, что у них есть. От эмоционального мастерства, актерского мастерства до техники исполнения. С полным восторгом, с достоинством, с честью могу сказать, что мы на высоком уровне. Фестиваль предоставляет участникам отличную возможность для творческого развития и дает энергию для новых будущих выступлений. Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург объединит кино. В окружной столице совместно со студией «Ленфильм» откроют киноклуб имени Валерия Мельникова. Во время Международного культурного форума директор Музея природы и человека Глеб Чечевин посетил студию «Ленфильм», чтобы обсудить детали создания киноклуба в Ханты-Мансийске. По задумке, в нем можно будет посмотреть старые и новые ленты режиссера, обсудить их и встретиться с кинематографистами. Отмечу, что жизни творчества выдающегося режиссера неразрывно связаны с Югрой. Он вырос здесь, позже вернулся, чтобы снять свою знаменитую картину о гидбригаде «Бей врага». Напомню, кинопроизводству на территории округа была посвящена выставка под названием «Жизнь кино Югра». В декабре эта экспозиция откроется в помещении «Ленфильма». Совсем недавно завершила свою работу выставка «Жизнь кино Югра», которая посвящена жизни и творчеству Виталия Вячеславовича Мельникова в Югре, в Музее природы и человека, в поселке Цингалы, в городе Мегионе. И уже в декабре этого года эта большая выставка откроется на киностудии «Ленфильм». Сейчас наша задача в диалоге с киностудией «Ленфильм» обсудить программу работы киноклуба в Музее природы и человека, а самое главное – определиться с кандидатурой художественного руководителя, кто будет формировать программу и график работы киноклуба имени Виталия Мельникова. И это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин